недоволен вторым таймом у нас появились появилась такая можно сказать это не расхлябанность но мы перестали доигрывать эпизоды реакция стала хуже у нас на моменты мы стали очень быстро мяч терять и позволили сопернику достаточно много если я об этом сказал команде в раздевалке вы великолепный тайм провели первый просто супер тайм потому что и комбинировали играли футбол реагировали на ошибки вы их исправляли очень быстро второй камень вы выходите мы на те же грабли наступили что в манч с локомотивом и нам пришлось в конце возвращаться в игру с локомотивом то же самое произошло и сейчас но надо сказать что это отсутствие запаса запаса прочности и это я вижу и для этого должна быть еще раз внутренняя конкурентность для того чтобы мы могли усилить нашу игру сохранить уровень игры это меня беспокоит мы видим травмированного допустим того же ваду чумич который вернулся нет еще той физической готовности у них тот же даку вернулся после длительной паузы где он только 10 дней готовился отсюда я это все вижу но в любом случае тот отрезок игры который был очень хороший он вселяет оптимизм но если мы хотим на что-то рассчитать то надо надо и держать уровень игры 90 минут нет это уже он уже сам сказал что я все я уже не могу потому что он очень тяжело и я его поэтому позвал на бровку ему сказал просто делай другой момент как только потеряли мяч реагируй реагируй быстрее вернись назад для того чтобы не бежать 30-40 метров назад ты читай эти моменты пусть передачу дают перед тобой когда тебе не надо бежать а он уже не мог он опускает голову потому что устал потому что потеря мяча и я думаю что не забитый мяч это как раз та самая усталость противном случае он просто реализовал бы эти моменты если вспомнить первый тайм как он убежал как он отдал передачу как он открылся на первый гол ну такие моменты но в любом случае отличное хорошее начало и четыре забитых мяча это неплохо состояние состояние лечения мы же должны понимать что невозможно пройти сезон без травм и мы видим как юкич получает матчи с локомотивом повреждения не может восстановиться хотя тот игрок который может сохранить уровень игры наши мы это видим и у который получает травму но сбора невозможно пройти сезон невозможно пройти без травм они они будут а для этого должна быть очень хорошая обойма для того чтобы сохранили свой уровень никому нет претензий из ребят они они бьются они сражаются но внутренняя конкуренция должна быть мы прекрасно понимали то что у меня на сбору что они будут пытаться играть начало атаки позиционной атаки стали меньше играть длинными передачами отсюда то о чем мы говорили в первом тайме очень быстрая реакция на эти передачи между линиями и развороты игры у нас было очень много перехватов и мы очень хорошо использовали просто мы знали что они будут пытаться комбинировать все-таки ближе уже к концу наверное мы заставили потому что сам результат заставил нижний очень сложно было преодолеть оборону играть длинными передачами но готовились мы знали на сборах как они играли естественно так же как они наши так же как они наши нет но у нас моменты были из середины когда мы атаковали если вспомнить момент там того же чем такой же даку такой момент был мы не просто находишь простор если находишь это пространство то естественно ты стараешься его использовать и в этих ситуациях очень неплохо выглядели в первом тайме как раз тот же дартан и тот же вода они использовали свою скорость уровень технической оснащенности очень неплохой эти открывания за спину поэтому я бы не стал выделять только фланговые атаки да мы забили мяч из фланговых атак но в принципе мы пытались в атаке действовать как раз рассматривая ситуацию на поле что позволяла позволяла передача между линиями в середине давать этот пас или же в инсайдные позиции или переводы мяча мы сейчас длиннее скамейку возьмем посадим их у них короткая скамейка они не помещается на коленях сидят друг у друга возьмем но это это болезненный вопрос тоже мы сейчас думаем об этом потому что мы с этим столкнулись и в прошлом году и сейчас у нас до конца августа будет почти 10 матчей с кубками здесь головная боль просто не понимаешь что делать я бы рассмотрел очень много покупок очень много если мы хотим чего-то добиться и двигаться наверх то это неизбежный процесс сажая дерево чтобы были на нем плоды и из-за была команда должен поливать хорошей водой ты должен удобрять а если ты этого не делаешь ты говоришь подождем то клеток лету дерево высыхает коллеги еще пожалуйста ты можешь выставить кого хочешь заявки выходят заявки выходят они стараются не проиграть конкуренцию это важно но еще раз я говорю о том что нам нужно чтобы это обойма была еще более качественной потому что претензий нет ни к одному футболисту так как они работают на тренировках это это но вызывает большое уважение это очень важно никто себя не чувствует обделенным потому что каждый хочет играть это я понимаю но для меня важны те которые находятся на скамейке вот то участие их в жизни в игре с командой они всегда присутствуют вместе я слышу как они в раздевалке в перерыве в начале перед началом игры они поддерживают тех кто выходит и сомнений что они выйдут постараются помочь у меня нет последний вопрос чтобы немного эмоционально разрядить вы настолько всегда эмоционально на бровке общаетесь с футболистами смотрите игру после завершения матча вы чувствуете опустошение или наоборот в силу от обмена энергии между футболистами но я обычно я обычно каждый день сам тренируюсь часа по полтора ну вот после таких игр я понимаю что мне сегодня не надо тренироваться я сбросил пару килограмм спасибо еще есть вопросы да пожалуйста такой вопрос лично для вас высоты вашего опыта где нужно все-таки начинать в гостях или там у кого я уже давно сказал и команде сказал нам все равно где начинать все равно свой уровень нужно держать везде если мы поднимаем этот уровень то ниже него желательно не опускаться а где это будет дома на выезде не имеет значения каждый из них должен понимать на что я способен на сегодня все отдам для команды поэтому ну мы даже не разделяем я и команде сказал что все равно где мы играем все зависит от нас мы можем выйти с поражением и у себя на поле и на выезде но как ты проигрываешь это очень важно если ты проигрываешь выложив отдав все силы игре выходишь с высоко поднятой головой это футбол это игра такое случается но если ты не дорабатываешь если ты боишься играть если у тебя нет этого духа поражение оно болезненное оно заставляет задуматься последний вопрос переднимать с зенитом держит ли в голове прекрасную форму как его остановить есть ли какие-то наметки какие наметки мы посмотрим зенит проанализируем и попытаемся противопоставить ему свою игру вот и все против таких соперников всегда играть очень приятно ты ничего не теряешь ты можешь только приобрести